Соня, Катя, выбираем заготовки. Выбираем. Давай, пенекарства еще не было. Зеленая. Фломастеры, цветная бумага и хорошее настроение. Раскрасить яркими красками больничные будни совсем не трудно. Организовать мастер-класс для маленьких пациентов многодетная мама Валентина согласилась не раздумывая. Вы знаете, мы к этому не относимся как к социальной работе, мы это относимся как к своим детям. То есть как вот мы с детьми дома занимаемся, мы точно так же и здесь. Сначала стеснялись, а потом все вовлеклись в работу, и уже процесс у нас был отлично слаженный. Бегать и прыгать в перерывах между процедурами нежелательно. А вот фантазировать и творить можно и даже нужно. Второклассница Юля уже неделю находится в таракальном отделении и очень грустит по дому. Это Бигги, это Фили. Ее мама, его папа. Ребенок скучает, когда приходит только народу, конечно, веселее. А так в палате там по одному, по два человека. Ну, трудно, телефоны, гаджеты спасают. Такие мероприятия способствуют лечению. Дети более веселее себя ведут. Она даже не заметила, что я пришел, вся увлеченная. Неудивительно, ведь участницы конкурса «Миссис Екатеринбург» сегодня не просто мамы, а настоящие волшебницы. Для юных пациентов Центра онкогематологии гости привезли несколько коробок храбрости. Из них после изнуряющих процедур дети смогут взять подарок, как награду за отвагу в борьбе с болезнью. У нас целый мешок подарков. Мы сегодня, как Дед Морозы, снарядились разными игрушками. И каждый ушел с подарком. Сегодня мы с девушками приехали для того, чтобы порадовать деток, для того, чтобы им поднять настроение. Мы сегодня загадывали с ними желания. Мечты пациентов совпадают с желаниями докторов – поскорее выздороветь и больше никогда не болеть. Не секрет, что залог успеха благоприятного, скажем, медицинского лечения зависит не только от оказания качественной медицинской помощи, которая оказывается в наших стенах, в нашем отделении в частности. Поэтому мы считаем и мы всячески поддерживаем любые инициативы, которые связаны с тем, чтобы создать максимально благоприятный микроклимат вокруг пациента. Поддержать маленьких, но таких храбрых пациентов могут все желающие. В ОДКБ примут новые игрушки, пазлы, раскраски и фломастеры, чтобы, несмотря на серьезные недуги, ребята радовались детству. Надежда Кречетова, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.